Голографический экскурсовод и трехмерные изображения в воздухе. Раньше такое можно было увидеть разве что в фантастическом фильме, ну а теперь и в Сочинском художественном музее. Интерактивные залы и говорящие терминалы создают в рамках подготовки к Олимпиаде, но лазерные копии произведений искусства уже пользуются огромной популярностью. Ирина Люлина прикоснулась к прекрасному. Она с улыбкой встречает каждого гостя. Всегда приветливо работает без выходных и не просит прибавки к зарплате. Она виртуальный гид Сочинского художественного музея. Расскажет обо всех выставках и поможет не заблудиться в лабиринте залов. Это очень красивая девушка, диктор кубанского телевидения. Виртуальная красавица это только начало, говорят смотрители. Через два года к зимней Олимпиаде высоких технологий в музее станет больше, чем в самой передовой научной лаборатории. Недавно появилась голографическая витрина. Выставлять в ней будут голограммы самых хрупких и редких экспонатов. Тех, что разрушаются, если поместить их на свет или под стекло. Трехмерные изображения предметов материализуются прямо в воздухе на глазах изумленных посетителей. Я долго ждал, я знал, что когда-нибудь человек изобретет, чует голограмму. Ну а если виртуальный гид и голографическая выставка надоели, можно пройтись по постоянной экспозиции. Где найти зал современного искусства, а где выставлены прославленные маринисты, подскажет сенсорный киоск. Стоит коснуться любого на этой панели нужного вам информационного поля, как возникает искумая. Вот им все информация, вот наша постоянная экспозиция русской искусства 19-21 веков. Вот, пожалуйста, тут же мы перешли на другой язык. В киоске собрана вся необходимая туристу справочная информация сразу на трех языках. Сейчас тексты перевозят еще на пять, чтобы все гости Олимпиады смогли воспользоваться терминалом. Самое грандиозное оставили напоследок. К концу года этот пустой зал превратится в интерактивную площадку. Здесь к искусству можно будет прикоснуться в буквальном смысле слова. Сейчас у нас большой, крупный проект, это мы должны осуществить мультимедийный зал с видеоинсталляцией. Появляется картина, скажем, какая-то из картин музея. К ней подходишь, раз ты оказываешься в ней уже. Ты можешь по ней походить, поуправлять, зайти в помещение, выйти. На модернизацию выделили колоссальную сумму – 56 миллионов рублей. Апгрейд музея нужен был уже очень давно, признается директор. Ведь молодежь почти перестала сюда ходить. А с появлением новых технологий посетителей стало гораздо больше. Ирина Люлина, Ирина Романькова, Александр Попов. Вести.